Все уже давно ждут развязки, и мы уже думали, что не дождёмся и не узнаем, что случилось с Хлоей Люцифером, когда она увидела его истинное лицо. Ты можешь рассказать нам, где сейчас Хлоя, о чём думает, и сможет ли она принять его в качестве дьявола, узнав правду? Что ж, я хочу сказать, что это сложный вопрос. Мне кажется, это тревожит Люцифера, то есть, когда начался новый сезон, мы поняли, что прошёл примерно месяц после конца третьего сезона, и детектив исчезает, И я тоже покидаю место событий. Люцифер больше её не видел, и она схватила ребёнка, и была такова. Он ничего о ней не слышит в это время. Поэтому почти месяц занимается самокопанием, возвращается на места преступлений в надежде встретить её там, но тщетно. Стоит ему решить, что она уже никогда не вернётся, и она возвращается. И заявляет, что многое обдумала и хочет снова вернуться к работе. И Люцифер сомневается, что всё так просто. Но мне кажется, что в глубине души он рад, что его, возможно, приняли. Но он слабо верит в хороший исход. Затем он выясняет, что весь прошедший месяц Хлоя отнюдь не загорала на пляже. И она уехала, начала собственное расследование дела о дьяволе. Она приехала туда, где, как ей казалось, она найдёт ответы и встретила человека, зовущим себя отец Кинли, и... зарождается подозрение, что Хлоя что-то задумала против Люцифера. Тебе должно быть известно, что все уже в курсе, что появится новый персонаж, которого никто не видел раньше. Что ты можешь рассказать о Еве? Ну, конечно. Так же называется эпизод, в котором она появляется. Ну, поехали. Они... они встречаются в баре. Она танцует, и она... великолепна. Это очень интересный эпизод. Не сразу понятно, понравится вам Ева или нет. Но та сцена в баре просто завораживающая, и вы невольно проникаетесь к ней симпатии, пусть даже не одобряете того, что она хочет сделать. Известно то, что она появляется как раз в тот момент, когда Люцифер одинок. Его отношения с детективом явно окончены. То есть все понимают, что им не быть вместе, потому что она не сможет принять его после всего того, что он сделал, даже если он остановится. И получается так, что это первый человек, которого Люцифер... Увидел едва переступив порог, и Ева дает понять, что готова принять и простить ему все. И таким образом начинается их новая совместная жизнь. Но совершенно очевидно, что в намерение Евы не входит помочь ему стать лучше. Всем большое спасибо за просмотр. Перевод и озвучка Енот и Влад Ленин. Субтитры создавал DimaTorzok